РОБЕРТ ШЕКЛИ ЗАСТЫВШИЙ МИР Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в профиле. Лениган снова увидел тот сон и, хрипло застонав, проснулся. Он сел и вперил взгляд в фиолетовую тьму, ощущая вместо лица искаженную ужасом маску. Рядом зашевелилась жена, Эстель. Лениган и не взглянул на нее. Все еще во власти сна он жаждал реальных доказательств существования мира. По комнате медленно проплыл стул и с тихим чмоканьем прилип к стене. Лениган облегченно вздохнул. «Вот, выпей. Не надо, все уже в порядке». Он полностью оправился от кошмара. Мир снова стал самим собой. «Тот же сон?» — спросила Эстель. «Да, не хочу говорить об этом». «Ну, хорошо. Который час, милый?» Лениган посмотрел на часы. «Четверть седьмого. Тут стрелка конвульсивно дернулась». «Нет, без пяти семь». «Ты сможешь уснуть?» «Вряд ли. Пожалуй, мне лучше вставать». «Милый, ты не думаешь, что не мешало бы? Я иду к нему в двенадцать десять». «Прекрасно», — сказала Эстель и сонно закрыла глаза. Её тёмно-рыжие волосы посинели. Лениган выбрался из постели и оделся. Это был обычный человек крупного сложения и ничем не примечательный, если не считать кошмара, сводившего его с ума. Следующие пару часов он провёл на пороге, глядя, как вспыхивают на заре звёзды, превращаясь в новые. Позже Лениган вышел на прогулку и, как назло, в двух шагах от дома наткнулся на Джорджа Торштейна. Несколько месяцев назад он по неосторожности рассказал Торштейну о своём сне. Торштейн, чистосердечный приветливый толстяк, глубоко веровал в собранность, самодисциплину, практичность, здравый смысл и прочие скучные добродетели. Его прямой трезвый подход был тогда необходим Ленигану, но сейчас он только раздражал. Люди типа Торштейна являются, несомненно, солью земли и опорой государства, но для Ленигана он превратился из неудобства в ужас. «А, Том, как сынишка?» — приветствовал его Торштейн. «Отлично», — ответил Лениган, — «просто отлично». Он кивнул с приятной улыбкой и продолжал идти под курящимся зелёным небом. Но от Торштейна так легко не отделаться. «Том, мальчик, я тут поразмыслил над твоей проблемой», — сказал Торштейн. «Я очень беспокоюсь о тебе». «Как это мило с твоей стороны», — отозвался Лениган. «Право, не стоит. Но мне хочется», — искренне воскликнул Торштейн. «Я всегда принимаю участие в людях, Том. Всегда с измольства. А ведь мы с тобой друзья и соседи». «Это правда», — вяло пробормотал Лениган, — «когда вам нужна помощь, самое неприятное — принимать её». «Знаешь, Том, думается мне, что тебе не мешало бы хорошенько отдохнуть». У Торштейна на всё были простые рецепты. Так как он практиковал душеврачевание без лицензии, то остерегался прописывать лекарства, которые можно купить в аптеке. «Сейчас я не могу позволить себе взять отпуск», — сказал Лениган. «Небо приобрело красно-розовый оттенок, засохли три сосны, старый дуб превратился в крепенький кактус». Торштейн искренне рассмеялся. «Дружище, ты не можешь себе позволить не взять отпуск сейчас. Ты устал, взвинчен, слишком много работаешь. Я всю неделю отдыхал». Лениган посмотрел на часы. Золотой корпус превратился в свинцовый, но время, похоже, они показывали точно. Почти два часа прошло с начала разговора. «Этого мало», — продолжал Торштейн. «Ты остался здесь, в городе, а тебе надо слиться с природой. Том, когда ты в последний раз ходил в поход?» «В поход?» «Что-то не припомню, чтобы я вообще ходил в походы». «Вот видишь, старик, тебе необходимо прочное сцепление с реальностью и прежде всего с природой. Не улицы и дома, а горы и реки». Лениган снова взглянул на часы и с облегчением убедился, что они опять золотые. Он был рад. Заплатив за них шестьдесят долларов, деревья и озера, — декламировал Торштейн. «Трава, растущая под ногами, высокие черные горы, марширующие по золотому небу». Лениган покачал головой. «Я был в деревне, Джордж. Это ничего не дало». Торштейн упорствовал. «Нужно отвлечься от искусственностей». «Все кажется искусственным», — возразил Лениган. «Деревья или дома, какая разница?» «Люди строят дома», — благочестиво пропел Торштейн. «Но Бог создает деревья». У Ленигана имелись сомнения в справедливости обоих положений, но он не собирался делиться ими с Торштейном. «Возможно, в этом что-то и есть, я подумаю». «Не затягивай. Кстати, я знаю одно местечко, как раз то, что нужно. В меню этого маленького озера». Торштейн был великим мастером бесконечных описаний. К счастью для Ленигана, кое-что его отвлекло. Напротив загорелся дом. «Эй, это чей дом?» — спросил Лениган. «Маккелби, третий пожар за месяц». «Надо, наверное, вызвать пожарных?» «Ты прав. Я сам этим займусь. Помни, что я тебе сказал про местечко в Мэне». Он повернулся, и тут произошел забавный случай. Асфальт под его ногами расплавился, Торштейн шагнул, провалился по колено и упал. Том ринулся ему на помощь, пока асфальт не затвердел. Сильно ударился. «Проклятие!» «Я, кажется, вывихнул ногу!» — пробормотал Торштейн. «Ну, ничего, ходить вроде можно». И он заковылял сообщить о пожаре. Лениган стоял и смотрел, полагая, что пожар этот — дело случайное и несерьезное. Через минуту, как он и ожидал, пожар также сам по себе погас. Не следует радоваться чужой беде, но Лениган не мог не хихикать, вспоминая о вывихнутой ноге Торштейна. Даже неожиданное появление потока воды на Мейнстрит не испортило ему настроение. Он улыбнулся колесному пароходу, прошедшему по небу. Затем он вспомнил сон и снова почувствовал панику. «Надо спешить к врачу». На этой неделе кабинет доктора Сэмпсона был маленьким и темным. Старая серая софа исчезла, на её месте располагались два стула с кривыми спинками и кушетка. Но портрет Андретти висел на своём обычном месте на стене, и большая бесформенная пепельница была, как всегда, пуста. В предкрывшейся внутренней двери появилась голова доктора Сэмпсона. «Привет», — сказал он, — «я амигом». Голова пропала. Сэмпсон сдержал слово, все дела заняли у него ровно три секунды по часам Ленигана. Ещё через секунду Лениган лежал на кожаной кушетке со свежей салфеткой под головой. «Ноутон, как ваши дела?» «Всё так же, даже хуже. Сон?» — Лениган кивнул. «Давайте-ка припомним его». «Лучше не стоит», — произнёс Лениган. «Я ещё сильнее боюсь». Наступил момент терапевтического молчания. Затем доктор Сэмпсон сказал. «Вы и раньше говорили, что страшились этого сна, но никогда не объясняли, почему. Это звучит глупо. Лицо Сэмпсона было спокойным, серьёзным, собранным. Лицо человека, который ничего не находит глупым, который просто органически не в состоянии увидеть что-нибудь глупое. «Хорошо, я скажу вам», — резко начал Лениган и замолчал. «Продолжайте», — подбодрил доктор Сэмпсон. «Видите ли, я боюсь, что когда-нибудь, каким-то образом, мир моего сна станет реальным». Он снова замолчал и затем быстро проговорил. «Однажды я встану и окажусь в том мире. И тогда тот мир станет настоящим, а этот — сновидением». Ленигану хотелось узнать, какое впечатление произвело на Сэмпсона его безумное откровение. Но по доктору ничего не было заметно. Он спокойно разжигал свою трубку тлеющим кончиком указательного пальца. Затем он задул палец и произнёс. «Ну, продолжайте». «Продолжать?» «Ну, это всё». На розовато-лиловом ковре появилось пятно размером с монету. Оно потемнело, сгустилось и превратилось в маленькое фруктовое дерево. Сэмпсон понюхал плод и печально посмотрел на Ленигана. «Вы ведь и раньше рассказывали мне о своём сне, Том». Лениган кивнул. «Мы всё обсудили, проследили его истоки, проанализировали значения. Мы поняли, мне верится, зачем вы терзаете себя этим кошмаром. И всё же вы каждый раз забываете, что ваш ночной ужас — не более чем сон, который вы сами вызвали, чтобы удовлетворить потребности своей психики. «Но мой ночной кошмар очень реалистичен». «Вовсе нет», — уверенно заявил доктор Сэмпсон. «Просто это независимая и самоподдерживающаяся иллюзия. Человеческие поступки основаны на определённых представлениях о природе мира. Подтвердите их, и его поведение становится понятным и резонным. Но изменить эти представления, эти фундаментальные аксиомы, почти невозможно. Например, как вы докажете человеку, что им не управляют по секретному радио, которое слышит только он? «Понимаю», — пробормотал Ленниган. «И я...» «Да, Том, с вами то же самое. Вы хотите, чтобы я доказал, что реален этот мир, а тот ваш ночной вымысел? Вы откажетесь от своей фантазии, если я вам предоставлю необходимые доказательства». «Совершенно верно. Но, видите ли, я не могу их предоставить», — закончил Сэмпсон. «Природа мира очевидна, но недоказуема». Ленниган задумался. «Слушайте, доктор, я ведь не так болен, как тот парень с секретным радио». «Нет, что вы, вы более разумны, более рациональны. У вас есть сомнения в реальности мира, но, к счастью, вы также сомневаетесь в состоятельности вашей иллюзии». «Тогда давайте попробуем», — предложил Ленниган. «Я понимаю сложность вашей задачи, но, клянусь, буду принимать всё, что смогу заставить себя принять». «Честно говоря, это не моя область», — поморщился Сэмпсон. «Здесь нужен метафизик. Не знаю, насколько я. Попробуем», — взмолился Ленниган. «Ну, хорошо, давайте начнём. Мы воспринимаем мир через ощущения, и, следовательно, при заключительном анализе должны руководствоваться их показаниями». Ленниган кивнул, и доктор продолжал. «Итак, мы знаем, что предмет существует, поскольку наши чувства говорят нам о его существовании. Но как проверить точность наших наблюдений? Сравнивая их с ощущениями других людей? Известно, что наши чувства не лгут, если чувства и других людей говорят о существовании данного предмета. Таким образом, мир — всего лишь то, что думает о нём большинство людей, после некоторого раздумья заключил Ленниган. Сэмпсон скривился. «Я же предупреждал, что не силён в метафизике. Мне кажется, здесь нужен наглядный пример. Да, но, доктор, а предположим, все наблюдатели ошибаются. Предположим, что существует множество миров и множество реальностей. Предположим, что это всего лишь одно произвольное существование из бесконечного числа возможных. Или предположим, что сама природа реальности способна к изменению, и каким-то образом я его воспринимаю». Сэмпсон вздохнул и машинально пристукнул линейкой маленькую зелёную крысу, копошащуюся у него под полой пиджака. «Ну вот», — промолвил он, — «я не могу опровергнуть ни одно из ваших предположений. Мне кажется, Дом, что нам лучше обсудить сон целиком». Теперь Ленниган поморщился. «Я бы не хотел, у меня такое чувство. Знаю, знаю», — заверил Сэмпсон, отечески улыбаясь. «Но это прояснит всё раз и навсегда. Разве не так?» «Наверное», — согласился Ленниган. Он набрался смелости и выдохнул. «В общем, начинается мой сон». На него налетел страх. Он почувствовал неуверенность, слабость, ужас. Попытался подняться с кушетки. Нависшее лицо доктора, блеск металла. «Расслабьтесь, успокойтесь, думайте о чём-нибудь приятном». Затем Ленниган или мир или оба отключились. Ленниган и или мир пришли в себя. Возможно, время шло, а возможно и нет. Всё, что угодно, могло случиться, а могло и не случиться. Ленниган сел и посмотрел на Сэмпсона. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Сэмпсон. «Отлично», — сказал Ленниган. «Что произошло?» «Вам стало плохо. Ничего, всё пройдёт». Ленниган откинулся на спинку и постарался успокоиться. Доктор сидел за столом и что-то писал. Ленниган с закрытыми глазами досчитал до двадцати и осторожно открыл. Сэмпсон всё ещё писал. Ленниган огляделся, насчитал на стенах пять картин, внимательно изучил зелёный ковёр и снова закрыл глаза. На этот раз он досчитал до пятидесяти. «Ну, может быть, теперь можете рассказать?» — поинтересовался Сэмпсон, откладывая ручку. «Нет, не сейчас», — ответил Ленниган. «Пять картин, зелёный ковёр». «Как хотите», — развёл руками доктор. «Наше время заканчивается. Но если вы подождёте в приёмной...» «Нет, спасибо, я пойду домой». Ленниган встал, прошёл по зелёному ковру к двери, оглянулся на пять картин лучезарно улыбающегося доктора. Затем вышел через дверь в приёмную, через приёмную и наружную дверь в коридор к лестнице и по лестнице вниз. Он шёл и смотрел на деревья с зелёными листьями, колышущимися слабо и предсказуемо. Было транспортное движение, чинно в одном направлении, по одной стороне, а в другом — по другой. Было небо, неизменно голубое. Этот сон... Ленниган ущипнул себя. «Щипок во сне!» «Я не проснулся!» Он закричал... «Воображаемый крик!» «Я не проснулся!» Ленниган находился в мире своего кошмара. На первый взгляд улица казалась обычной городской улицей. Тротуар, мостовая, машины, люди, здания, небо над головой, солнце в небе — всё в норме, кроме того, что ничего не происходило. Асфальт ни разу не вскрикнул под ногами. Вот возвышается первый национальный городской банк. Он был здесь вчера, что само по себе достаточно плохо, но гораздо хуже, что он наверняка будет здесь завтра и через неделю, и через год. Первый национальный городской банк, основанный в 1892 году, чудовищно лишённый возможности превращений. Он никогда не станет надгробием, самолётом, костями доисторической живности. Он неизбежно будет оставаться строением из бетона и стали, зловеще настаивая на свои неизменности, пока его не снесут люди. Лениган шёл по застывшему миру под голубым небом, разняще обещающим что-то, чего никогда не будет. Машины неумолимо соблюдали правостороннее движение, пешеходы переходили дорогу на перекрёстках, показания часов в пределах нескольких минут совпадали. Город где-то кончался, но Лениган знал совершенно точно, что трава не растёт под ногами, то есть она растёт, безусловно, но слишком медленно, незаметно для чувств. И горы возвышаются чёрные и угрюмые, но гиганты замерли на полушаге. Они никогда не промаршируют по золотому, или багряному, или зелёному небу. Сущность жизни, как-то сказал доктор Сэмсон, изменение. Сущность смерти — неизменность. Даже у трупа есть признаки жизни, пока личинки пируют на слепом глазе, и мясные мухи сосут соки из кишечника. Лениган осмотрел труп мира и убедился, что тот окончательно мёртв. Лениган закричал. Он кричал, пока вокруг собирались люди и глядели на него, но ничего не делали и ни во что не превращались. А потом, как и полагалось, пришёл полицейский, но солнце не изменило его форму. А затем по безнадёжно однообразной улице примчалась карета скорой помощи на четырёх колёсах вместо трёх или двадцати пяти, и санитары доставили его в здание, оказавшееся именно там, где они и ожидали. И было много разговоров между людьми, которые оставались сами собой в комнате с постоянно белыми стенами. И был вечер, и было утро, и был день первый.